Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Галины Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о главных из них. Глава Самары Елена Лапушкина поручила усилить работы по расчистке снега. Прошедший выходные снегопад стал главной темой еженедельного совещания в мэрии. Открытое горение павильонов ликвидировано. Пожарные сегодня с утра борются с большим пожаром на Кировском рынке. Они выезжают при сигнале о подозрительном предмете и обезвреживают его. Свой профессиональный праздник отмечают представители инженерной службы Росгвардии. Чтобы помнили, в школе номер 118 открылась памятная доска, посвященная Андрею Гарину, погибшему на СВО. Первый полет человека в космос – фестиваль молодежи и студентов. Олимпиада 80-го года. Самарский коллекционер изучает историю страны по подстаканникам. По предварительной версии, причиной крупного пожара, который сегодня произошел на Кировском рынке, стало короткое замыкание. Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 9.30 утра. Горели павильоны. Открытое горение удалось ликвидировать только в 12.15. За это время площадь возгорания выросла до 1000 квадратных метров. Чтобы справиться с огнем, работающим бригадам пришлось вызывать подкрепление. Если изначально на выезде работали 68 человек, то потом их число увеличилось до 80. А к автотранспортной технике пришлось привлечь на подмогу пожарный поезд со станции Кинель. Некоторые работники рынка успели вынести часть товара и со стороны наблюдали за работой сотрудников МЧС. К месту вызова были направлены силы и средства по рангу пожара номер 2. По прибытии к месту вызова было установлено, что горят торговые павильоны на общей площади 1000 квадратных метров. В связи с данными условиями ранг был повышен до пожара номер 3. В настоящее время пожар локализован. Органы прокуратуры координируются действиями правоохранительных органов и аварийных служб на месте происшествия. В прокуратуре организована проверка соблюдения требований противопожарного законодательства. По ее итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования и будет дана оценка действий ответственных действий. По мнению областных и городских властей, сегодняшний пожар показал, незаконные объекты торговли необходимо ликвидировать. Работа в этом направлении уже ведется. В рамках строительства в районе станции метро Кировская транспортно-пересадочного узла от незаконных торговых объектов уже освободили площадку, прилегающую к проспекту Кирова. В настоящее время аналогичные работы ведутся на противоположной стороне дороги, сообщила губернатору Дмитрию Азарову глава Самары Елена Лапушкина. Сейчас администрация промышленного района завершает процедуру торгов по наведению порядка на данной территории. И через неделю контракт будет заключен. Дмитрий Азаров задал вопрос о сроках проведения всех подготовительных процедур. Елена Лапушкина доложила, что завершить все подготовительные процедуры, связанные в том числе с оповещением предпринимателей, планируется в течение двух месяцев. Транспортно-пересадочный узел будет представлять собой целый комплекс. Из автовокзала с залом ожидания, площадки для отстоя автобусов, автостоянки для посетителей. Место для организации транспортно-пересадочного узла было выбрано не случайно. Здесь курсируют все виды транспорта – электрички, метро, автобусы, троллейбусы и трамваи. После обустройства пересадочного узла пассажиры смогут легко перемещаться от одного вида транспорта к другому через специальные переходы. Глава Самары Елена Лапушкина поручила усилить работы по расчистке снега в городе. Прошедший выходные снегопад стал главной темой еженедельного совещания в мэрии. Главы районов и руководители профильных ведомств отчитались о проделанной работе. Подробности в нашем сюжете. За прошедшие сутки в Самаре выпало 18 мм осадков, что составляет 30% от месячной нормы. Уборку города обсудили на совещании в мэрии, которое провела глава Самары Елена Лапушкина. Во всех районах города на расчистку вышли дворники и спецтехника. В первую очередь расчищают дороги, относящиеся ко второй и третьей категориям, по которым курсирует общественный транспорт, а также подходы и подъезды к социальным учреждениям. Основная работа шла именно по расширению проезжей части, по состоянию на сегодняшний день. У нас дороги второй и третьей категории расчищены, сформированы валы под вывоз, ну и возможности беспрепятственного движения общественного транспорта сегодня обеспечены. Накануне Елена Лапушкина в ходе объезда отметила, что замечания есть и по очистке кровель и дворов. Главы районов отчитались о проделанной работе. По нашей оценке на сегодня у нас выходы из подъездов почищены на 85%, внутри кварталка на 70%. Значит, по кровлям, все это время работало от двух до семи бригад на кровлях. На сегодняшний день из 520 кровель, 500 кровель по нашей оценке очищены, находятся в нормальном состоянии, 20 кровель требует очистки. Сегодня работает у нас 5 бригад, надеемся, что к концу дня половину от этих кровель почистим. Соответственно, все опасные места огорожены. На сегодня на утро у нас вышло 11 единиц техники и 168 человек, это включая МБУ. По, значит, расчистке, по результатам выходы из подъезда в 75%, тротуара 70%, дворовые проезды 60%. По кровлям сегодня 4 бригады, 19 человек работает, план на день 15 кровель расчистить. С начала года в адрес 10 управляющих компаний 21 предостережение выдано. Работаем, соответственно, сегодня опять пойдем смотреть. В ближайшие три дня синоптики прогнозируют морозную погоду с понижением температуры, однако без осадков. Глава Самары призвала все службы активизировать работу по приведению города в порядок, также на контроле обращения жителей в социальных сетях. Коллеги, у нас есть время убрать то, что накопилось, по прогнозу погоды пока, во всяком случае. И я предлагаю на следующем совещании по работе административных комиссий все-таки результаты заслушать, посмотреть, как у нас в районах отрабатывают и какие меры принимаются к нашим нерадивым управляющим компаниям. За минувшие выходные вместо складирования было вывезено почти 5200 тонн снега. Контроль за состоянием уличной дорожной сети и качеством уборки по зимнему регламенту ведется непрерывно. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Свой профессиональный праздник отмечают представители инженерной службы Росгвардии. Они есть в каждом из трех ОМОНов, входящих в состав управления Росгвардии по Самарской области. Специалисты решают широкий спектр задач как на территории губернии, так и за ее пределами, находясь в служебных командировках. Группы разминирования ОМОН выезжают при обнаружении подозрительных предметов и в случае необходимости обезвреживают их. Взрывотехников Росгвардии привлекают к обследованию зданий в случае сообщений о заминированиях, в том числе ложных. Одной из задач специалистов инженерно-технических подразделений является обеспечение общественной безопасности при проведении футбольных матчев на территории Самарской области, также проведение единого дня голосования. Перед каждым матчем, проводящимся на территории Самарской области, специалистами инженерно-технических подразделений проводятся обследования стадионов полностью и сдаются под охрану службы безопасности. В общей сложности в минувшем году специалисты регионального управления Росгвардии на территории Самарской области и за ее пределами выполнили более 450 задач по поиску, обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов. Обнаружили 230 снарядов и минометных мин, 140 – гранат. Еще одна задача саперов – уничтожение вещественных доказательств по уголовным делам, в случае, если они представляют опасность для жизни и здоровья граждан. После того, как решение суда вступило в законную силу, изъятые у преступников незаконно хранившиеся взрывчатые вещества должны быть уничтожены. В школе номер 118 Красноглинского района Самары открылась памятная табличка, посвященная погибшему на СВО Андрею Гарину. Почтить память героя пришли родственники, друзья, учителя и ученики школы. Сегодня в книгу памяти нашей школы будет вписана еще одна глава. Она посвящена достойному человеку, выпускнику нашей школы, спортсмену, солдату, совершившему подвиг. Андрей Гарин пришел в первый класс этой школы в 2008 году. Любил кататься на лыжах и участвовать в спортивных соревнованиях. После девятого класса ушел в колледж, затем отслужил на Дальнем Востоке и добровольно отправился защищать родину. В декабре 2023 года Андрей погиб в зоне СВО. Юный ефрейтор посмертно был награжден Орденом Мужества. Теперь в память о нем на здании 118-й школы, где он учился, открылась мемориальная доска. Память любого человека достойна. И человек жив до тех пор, пока звучит его имя. И я понимаю правильность того, что придумана такая хорошая традиция, К сожалению, горькая традиция, вот эти памятные доски в том месте, где большее количество людей и особенно детей будет видеть этих молодых ребят, помнить о них, знать. Почтить память Андрея Гарина пришли родственники, одноклассники, друзья, учителя и ученики школы. Он был очень скромным человеком. Он хотел бы, чтобы о нем говорили как о герое, но он бы сказал, что не надо все это. Мы общались, и когда его тимбализовали сюда, встречались, общались, он хотел туда вернуться, потому что он хотел защищать родину. Ему нравилось там, ему нравилось служить. Во время открытия памятной доски прозвучали теплые слова со стороны администрации. Андрей был, наверное, хорошим другом. И почему-то у меня остались на нем только такие светлые воспоминания. А еще он настоящий герой. Поэтому чтить его память – наш с вами дом. Уверен, что подвиг Андрея во имя славы нашей Родины будет согревать наши сердца и вдохновлять нас, делать нашу страну сильнее и успешнее. Светлая память. Собравшиеся возложили цветы к памятной доске с портретом Андрея Гарина. Виктория Шарая, Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин. События. Стихи о жизни и бессмертии русского солдата. В Доме офицеров Самарского гарнизона прошла творческая встреча с московским поэтом Дмитрием Мельниковым. Его поэзия пользуется популярностью у читателей, легко ложится на музыку и приобретает масштаб народной песни. Особое место в его творчестве занимает стихотворение о гвардии лейтенанте Андрея Рябцеве. Ксения Баканова расскажет подробнее. И в праздничном небе я вижу салют. И больше меня никогда не убьют. А ты, если встретишь, скажи моей, что любит ее Андрей. Это стихотворение Дмитрий Мельников посвятил подвигу гвардии лейтенанта Андрея Рябцева, который погиб на СВО. Мужчина был командиром штурмового отряда. Сослуживцы вспоминают. Всегда невероятно красив и подтянут. Военная форма была ему особенно к лицу, а голубые глаза всегда были наполнены любовью к жизни и волей к победе. Однако судьба распорядилась иначе. Осенью прошлого года он героически погиб на Донбассе. Его история тронула до глубины души поэта Дмитрия Мельникова. Рассказывает, человеческую жизнь не вернуть, однако память можно сохранить с помощью творчества. Я буквально там вышел в поле, в буквальном смысле слова, я живу в деревне, вот, походил там взад-вперед кругами, где-то через час у меня уже было готово это стихотворение. Там написалось на живую нитку, то есть не было практически никаких исправлений. Произведение быстро разошлось по интернету. У пользователей вызвало живой интерес. А еще очень помогло родителям Андрея Рябцева справиться с горем. И он действительно очень как-то вот отозвался. Вот, он такой очень, он какой-то правильный, поэтический, и он не про горе, а он про надежду. Он про вот этот образ, а если вот такой надежды нет, ты как бы и не знаешь, как все это пережить. Организаторы говорят, цель таких патриотических встреч – воспитывать решимость и готовность встать на защиту Родины. Это прямое взаимодействие тыла и фронта, то есть мы пока приходят военнослужащие, ветераны, они как бы ощущают поддержку тыловую, вот это вот, что мы здесь как бы народ и армия едины. Это очень важно, я считаю. И вот именно для этого мы вот уже сколько у нас, больше года этот фестиваль проходит. Военная лирика – жанр особый. Ведь песни и стихи способны творить на фронте настоящие чудеса. Вселяют уверенность, спасают и поддерживают боевой дух солдат. Меня порадовало то, что здесь очень много молодежи. Я так считаю, что это очень полезно, потому что будет как-то воспитываться у детей и развиваться у молодежи патриотизм, чувство солидарности с нашим президентом, с нашей армией, поддержка. Встреча с поэтом прошла в рамках второго сезона литературно-исторического фестиваля «Путь к победе». Первый полет человека в космос, съезд партии ЦК КПСС, фестиваль молодежи и студентов, Олимпиада 80-го года. История целой страны в подстаканниках. Самарский коллекционер собрал уникальные экземпляры, выполненные в разных техниках. Подробнее в нашем сюжете. Самарский коллекционер Александр Федорцов говорит, историю Советского Союза можно изучать по подстаканникам. Все красиво и все, что, на мой взгляд, отображает гордость за ту страну, в которой я родился, вырос, получил образование, да, Советский Союз, то здесь представлено. Сидишь за столом и пьешь чай, да, у тебя вот на картоше, да, на медальоне или сбоку подстаканников изображены вот все достижения, да, или те достижениями, которыми гордится страна, которыми ты горд. И ты понимаешь, что ты тоже как бы причастен именно вот к этой гордости за страной. Какое бы знаковое событие ни случалось в Советском Союзе, оно тут же находило отражение в подставке под стакан. Запуск ракеты в космос, очередной съезд ЦК КПСС, фестиваль молодежи и студентов, Олимпиада. А вот этот подстаканник, он даже без цены. То есть по историям, как бы, вот, коллекционеров, бытует мнение о том, что этот подстаканник выдавался только, там, членам правительства. То есть он не продавался. Да, этот подстаканник тоже 50-летний советской власти, центр рабочий, ракета, солнце, да, заводы, и также он двусторонний. То есть с одной стороны, лучше вот отсюда начать, да, это 17-й год, то есть что мы имеем? Опять же, Аврора, Шестеренку, Колос, да, то есть Голубь мира летит. И с другой стороны, к 67-му году у нас уже ледокол Ленин, у нас уже выход человека в космос, да, у нас уже баллистические ракеты. Любимая коллекция Александра – вот эта серия, выпущенная к 250-летию со дня образования Санкт-Петербурга. Каждый подстаканник украшен эмалевым медальоном, расписанным вручную, на котором изображена одна из достопримечательностей северной столицы. Девять подстаканников выпущены заводом «Ленэмалер» – ленинградским эмалевым заводом. Если смотреть памятник Петру, то есть у нас памятник Кутузову, это у нас Смольный, это у нас Пушкин, это летний сад решетка, это Петропавловка у нас. И летом, это зимой, это крейсер Аврора. Помимо медальонов, выполненных как на металле, так и из эмали, подстаканники часто украшали картушью. Это вот такое изображение по форме, напоминающее герб. А были и премиальные дорогие подстаканники, полностью выполненные в технике горячей эмали. Они производились в период с 50-го по 70-е годы прошлого века. Стоили 7-8 рублей. Купить такой в советское время мог не каждый. Выполнены в технике горячей эмали, то есть горячая эмаль, перегородка, золочение, тоже очень красивый узор, очень красивое исполнение. Здесь вот шиповник или клюкву ее называли, да, вот пингвины на полюсе там называли, орех. А эти выполнены в старинной технике, известной еще в Древней Руси. Филигрань или скань – это плетение из медной проволоки. Это всевозможные вычурные узоры, то есть накрученные, там какие-то тоже имеют свое название. То есть, если посмотрите, там есть парашюты, там есть медальоны, там есть окна. И потом это покрыто серебрением. Например, тюльпаны, да, видите, тюльпаны здесь. Там хоровод называется или сударушка, да, тоже вот. А вот окошки, да, всякие цветочные поляны, вот капелька, да, называется. То есть, вот улыбка называется. Ну, это уже что-то там, где-то что-то народ привезет. Парашюты, например. Есть в коллекции Александра и подстаканники с символами Самары. Здесь три подстаканника вот в Самарске, да, то есть это наша ладья знаменитая. Второй просто – это Кубышевская железная дорога. Это Сирия была подстаканник. И здание уже нового вокзала у нас тоже. Алюминиевые подстаканники Александр старается не приобретать. Особой ценности они не представляют. В Советском Союзе почти на каждом заводе был цех по их производству. Так страна выполняла план. А вот профильные предприятия – Мстерский ювелир, Ленинградский эмалевый завод, Кольчугинский завод. Выпускали подстаканники из мельхиора, латуни, меди и серебра. В том числе и с ручной росписью на эмале. Такие представляют не только историческую, но и художественную ценность. И интересны любителям старины. Виктория Шарая, Игорь Казановский. События. Баскетболисты Самары победили в Волжском дерби, обыграв на выезде Саратовский автодор. Хоккеисты «Лады» с победы начали домашнюю серию игр в КХЛ. А на теннисном турнире в Австралии все уроженки Самарской области сошли с дистанции. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Баскетболисты Самары в рамках единой лиги на выезде встречались с саратовским автодором. Первая половина встречи прошла в равной борьбе. Команды поочередно сменяли друг друга в качестве лидера. Перед большим перерывом хозяева завладели преимуществом и нарастили отрыв до 7 очков. В третьей четверти самарцы смогли перевернуть игру и уже сами большую часть времени лидировали в счете. А в заключительном игровом отрезке показали свою лучшую игру и не оставили саратовцам никаких шансов на победу. 79-64 в пользу Самары, которая продолжает сражаться за попадание в топ-6 по итогам первого этапа, что означает досрочный выход в плей-офф. Сейчас самарцы седьмые, но имеют одинаковое количество побед с командами на пятом и шестом местах. Хоккеисты «Лады» в КХЛ начали серию из трех домашних матчей подряд. Первым соперником стал подмосковный «Витязь». Тольяттинцы бодро начали матч и открыли счет уже на третьей минуте. После этого гости постепенно взяли игру под свой контроль и пытались отыграться. Получилось это сделать в середине второго периода. После этого «Витязь» продолжил атаковать, но галкипер «Лады» выручал свою команду. Встреча перешла в овертайм, где соперники не смогли выявить победителя. А уже в серии буллитов точнее оказались хозяева. 2-1, трудовая победа «Лады». Хоккеисты ЦСК ВВС тоже проводят серию домашних игр в ВХЛ. Начали они ее с трех побед подряд. И если «Челны» и «Торос» получилось обыграть без нервной концовки, то с «Ишсталью» пришлось проявить всю силу воли. Самарцы к середине третьего периода уступали 3-4, но смогли сравнять счет за минуту до финальной сирены. А затем в дополнительное время забить победную шайбу 5-4. Этих сил, возможно, не хватило в следующей игре против пермского «Молота». Гости уже к середине матча ввели в три шайбы. Летчики сократили отставание до минимума, но в начале третьего периода пропустили еще три гола подряд. Как итог, поражение ЦСКА ВВС 3-6. Обе уроженки Самарской области, оставшиеся в парном разряде теннисного турнира «Большого шлема» в Австралии, выбыли из борьбы за победу. Анастасия Павлюченкова, выступавшая в паре с Вероникой Кударметовой, не смогла выйти на матч второго раунда из-за травмы, и девушки получили техническое поражение. А Диана Шнайдер в паре с американкой Эммой Навара добралась до третьего раунда, но в нем они уступили чешско-немецкому дуэту Барбаре Кречиковой и Лауре Зегимунд 4606. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация Октябрьского района Самары сообщает, что инициативная группа по адресу Советской армии 238В, совместно с ТОС номер 4 Октябрьского района, подготовили заявку для участия в отборе проектов по государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области», губернаторский проект «Содействие» с рабочим названием «Двор мечты» Восстановление асфальтобетонного покрытия внутри квартального проезда по улице Советской армии, дом 238В, для того, чтобы можно было беспрепятственно передвигаться по двору. Администрация района желает активным жителям победы. В телеграм-канале промышленного района сообщают, что Самарская область вошла в топ-10 регионов России по количеству выданных льготных кредитов сотрудникам IT-сферы за 2023 год. Общая сумма выданных ипотечных кредитов айтишникам по итогам прошлого года превысила 4,5 миллиарда рублей. Было выдано 813 кредитов, одобрено 1596 заявок. В Самарской области процентная ставка по льготной IT-ипотеке составляет 2% годовых. Аналогичная ставка применяется помимо Самарской области еще в пяти субъектах России. Администрация железнодорожного района Самары сообщает, что через единый портал государственных услуг можно обратиться в администрацию железнодорожного района за следующими муниципальными услугами. Согласование проведения переустройства и или перепланировки помещения в многоквартирном доме, присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его адреса, выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений, выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения, признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. До свидания. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин